Соответствует ли многоквартирный дом установленным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям? На этот вопрос поможет ответить проверка степени износа зданий, которая проводится в федеральном БТИ по заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ. В списке домов 58 жилых строений города и поселка Искателей. Все они построены до 1985 года. Еще одним критерием для отбора домов на проверку служит способ водоотведения стоков. В данном случае все дома, в которых проходит проверка Бюро технической инвентаризации, не подключены к системе канализации или септику, а имеют выгребные ямы. В список на проверку БТИ попали 58 домов. Так, в Наринмаре проверят жилые строения по переулкам Заполярный с 1 по 4 дом включительно, 7 дом по переулку Макара Баёва, 3 и 6 на переулке Северный. На улице авиаторов специалисты БТИ придут в два дома – 3 и 6. На заводской в список попали 8 домов. Три дома на улице 60-летия Октября, столько же на Калмыково. 8 строений на улице имени Ленина, по одному дому на Сопрыгина и Комсомольской. 4 дома на улице Октябрьской. Также уровень износа строений проверят в многоквартирных домах на Оленной, Первомайской, Пионерской, Рабочей, Рыбников, Совхозной, Строительной и Южной. И один дом в посёлке Искателей по адресу улица Нефтяников, 18. Результаты обследования помогут специалистам фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства определиться, делать ли капитальный ремонт в этих зданиях. Для того, чтобы принимать решение о либо сносе, либо капитальном ремонте дома за счёт государственной поддержки, и в июле дали такую возможность фонду проводить обследование, то есть внесли изменения в закон по порядку использования государственной поддержки. По результатам проверки, если дом будет иметь физический износ более 65% или более чем на 70% будут изношены основные конструктивные элементы – крыша, стены или фундамент, тогда строение попадает во второй этап под программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа. Он будет реализовываться с 2017 по 2020 годы. Данный реестр будет формироваться до 1 января 2016 года. Поэтому до конца текущего фондом будет проведена проверка ещё 95 жилых строений в Наринмаре, посёлках Искателей, Красное, Нижняя Пёша, Харута и Харивер, а также в сёлах Тельвиска, Великовисочная, Ома и деревни Макарова.